Добрый день дорогие подписчики, с вами снова как обычно Михаил Игоренков, приветствую вас на своем канале. Я заранее уже предупреждал и на канале и прочее, что на этой неделе нас ожидает не один турнир UFC, который прошел соответственно Катар против ИГ, но и следующий ивент, который чуть менее громкий, чуть менее насыщенный какими-то громкими поединками, но тем не менее он интересен прежде всего нашей отечественной аудитории тем, что здесь будет биться достаточно много российских и околороссийских бойцов. Ну и тот же самый Рафаэль Физиев, уроженец Кыргызстана, очень близок к нашей аудитории, потому что наш пацан. Аскар Аскаров, соответственно, бывший чемпион ACA, в очередной раз будет пытаться не потерять нолик в графе поражения. Хадис Ибрагимов, бывший чемпион М1, ну в целом здесь семена присутствуют, тот же самый Сергей Спивак и тому подобное. Но помимо этого есть всякие Даффи, Монтелли Джексона, Брейт и Джонсон, Арман Сарукян и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно много интересных моментов в этом карде в плане ставок, достаточно много интересных коэффициентов. Ко многому уже пристрелялся, ко многому присмотрелся, но опять же, еще раз напоминаю, если не собрана норма по донатам, то я для вас разбираю один поединок, даю один прогноз на этот карт, на один бой. Вот, опубликовал опросы, соответственно, ВКонтакте, на Ютьюбе, в Телеге, ну и с подавляющим преимуществом победила пара Кевина Гестилума против Джека Хермансона. То есть ВКонтакте проголосовало порядка 51% от тех, кто вообще проголосовал в целом, 64% такой расклад на Ютьюбе, ну в Телеграме там примерно те же яйца, только сбоку. Так что, да, да, буду давать прогноз на этот поединок, и я сейчас дам ставочку, а потом еще некоторые нюансы касаемо вообще, в принципе, моей деятельности, какие-то нововведения объясню. Я изначально, соответственно, объяснял, что сейчас сконцентрирован на ставках с коэффициентами выше двушки, это касаемо платных прогнозов. Без платки я иногда допускаю некоторые исключения, и конкретно на этой неделе я так и прицелился. Один вариант с коэффициентом выше двушки дал на прошедший турнир, он не зашел, на этот ЭМ-ка в бою Катара, соответственно, и на этот турнир, если я дам прогноз, он зайдет, результат меня вполне себе устроит. Здесь тоже я особо сильно распинаться не буду, я понимаю риск этой ставки, но максимально приоритетным для меня выглядит вариант в тотал меньше 2,5 раундов по той же самой БК Пинакл, который сейчас идет за коэффициент 2,4. Здесь, по большому счету, в принципе, все достаточно просто. Если вы посмотрите на Джека Хермансона, то подавляющее большинство своих поединков UFC, то, что было до этого, допустим, даже не будем затрагивать, он закончил досрочно и побеждал, и проигрывал. И все это в рамках, вообще, двух раундов. Была у него победа над Лейтисом досрочная в первой половине третьего раунда, да, и, допустим, у него бой зашел до решения с Роналдой Соузом, но вы сами помните, как он Бразил вообще, в принципе, пиздил как собаку на протяжении, вообще, всего поединка. То есть, 5 по 5, там, по большому счету, вообще, декласс был. И, как бы, здесь, ну, спасибо Роналду Соузу, должен сказать тому, что, в принципе, он еще хоть и старый, но может, может адекватно, да, там, переносить урон какой-то и так далее и тому подобное. Вот. При этом Келвин Гестилл в последнее время, конечно, демонстрирует явную любовь к тому, чтобы довести бой до решения, и это, прежде всего, связано с тем, что он так себе средний вес. А про это уже говорилось неоднократно, много раз, что он-то и для полусреднего веса обладал далеко не самыми впечатляющими габаритами, а в этой весовой категории зачастую где-то из-за недостатка веса, из-за недостатка габаритов, не может нормально вложиться, давит его зачастую физической массой и так далее и тому подобное. Очень ярким, допустим, примером в этом всем является бой 17-го года против Криса Вайдмана, где он в стойке гораздо более рослого Криса перебивал за счет своих феноменальных двоечек, да, а потом был просто переведен на землю и задушен как неху петь. Так что здесь, я считаю, в обе стороны есть шанс ушататься, больше отдаю, конечно, предпочтение Джеку Хермансону в этом плане, но не исключаю, что и Кевин Гестелл может его потрясти и уронить, особенно в первом раунде. Так что изначально вообще, в принципе, хотел дать просто победу Джеку Хермансона, но не хочу. Есть у меня, скажем так, некоторые сомнения по поводу его победы, да и коэффициент, соответственно, проседает по той же самой пинке со временем, открывался он за 2.15. Так что для меня сейчас более приоритетно выглядит ставка на ТМ. Осознаю риск, но в данном случае по соотношению, опять же, шансов к коэффициентам этот вариант выглядит для меня, ну, максимально, скажем, понятным. Вот. Теперь касаемо вообще, в принципе, отчетного подкаста, просто ребята у меня спрашивали, там, по прошедшему турику будет отчетный, не будет. Я, скорее всего, просто по итогам этой недели запишу общий отчетный подкаст, в котором сделал обзор сразу двух турниров. Ну, потому что они оба такие, скажем так, с плане спортивной точки зрения, не очень интересные. И здесь прям сильно что-то разжевывает, смысла я не вижу. То есть просто пробегусь, сразу по двум турикам, где-то какие-то моменты отмечу. Вот. Возможно, сделаю это в прямом эфире, чтобы, опять же, больше было интерактива со своей аудиторией. Теперь, что касается моей деятельности. Я достаточно долгий период сейчас экспериментировал с киберспортом. Одну рассылку там ушатал, вторую рассылку ушатал. Но, как бы, здесь все достаточно просто. Я даже своим подписчикам рекомендую, которые не задумываются над каперством, заводить рассылки на бетоне, дабы можно было потом оценивать какие-то свои результаты на дистанции. И я еще раз подчеркну, за последнее время, там, месяцы, там, и так далее, я уже пришел к тому выводу, что продавать прогнозы по линии СНГшных БК, это нечестно по отношению к аудитории, потому что в этих БК слишком часто, соответственно, режут счета, блокируют их просто за плюсовую игру. Можно банально потерять свои деньги. А некоторые БК занимаются вообще, в принципе, полумошеннической деятельностью, как тот же самый 1xbet, который банально, знаете, типа случайно завышает некоторые коэффициенты, некоторые исходы, а потом тупо по ним дает возврат, если не заходит, либо меняет коэффициенты в уже принятых ставках. То есть, та прибыль, которая показана по линии, скажем так, смол-маркетов, она вообще мало о чем говорит на самом деле, потому что даже элементарно в каперстве использовать эту линию сложно, так как там, если у тебя, в принципе, клиентов больше 5 человек, они обладают более или менее крупным банком, линия просаживается за секунды. Поэтому я оплатку всю сконцентрировал на пинке. Вот. Это рассылка, на которую ранее были платные прогнозы на ММА. Я сейчас отдал, соответственно, на все вот эти два своих направления бесплатных. То есть, здесь будут регистрироваться теперь только бесплатные прогнозы, соответственно, там на ММА и на, соответственно, киберспорт. То есть, поэтому здесь я вот последний раз забил, соответственно, прогнозы там на UFC. По ним сейчас отдельно расскажу. И вот как бы здесь, соответственно, публикуются также прогнозы на киберспорт. То есть, вот сегодня, например, уже ставка сыграла на Вичи Гейминг. Тотал больше 47,5 киллов на первой карте. Сейчас будет вторая. Вот. Также из активных ставок здесь висит два прогноза на турнир LFA, который пройдет сегодня ночью. Ну, и здесь же будет забить бесплатный прогноз, соответственно, на UFC, чем я сейчас же, собственно, и займусь. Напоминаю, что как бы я, так как сконцентрирован на пинке, тут все достаточно просто. Если кого-то, например, можно обвинить в том, что он там завышает коэффициент в прогнозе, там сам что-то там от руки пишет, то есть ноги против, скажем так, ручного ввода, то здесь все достаточно просто. Я захожу, нажимаю «Загрузить коэффициент». Бетон автоматически подгружает актуальные на данный момент, соответственно, котировки. Вот. И я просто нажимаю, выбираю нужный процент от банка. Вот. И публикую прогноз. То есть здесь возможности каким-то образом наебать моих подписчиков, соответственно, нет. Ну, и те, кто следят за моей деятельностью, они, в принципе, знают, что этим я не занимаюсь. И вот сейчас, соответственно, протестировав на протяжении почти двух месяцев киберспорт в плане новой стратегии, когда я даю, по сути, один прогноз, один ординар с коэффициентом выше двушки в день, то есть в сутки, вот. Я убедился, что, в принципе, это стратегия рабочая на моих клиентов постоянных, которые вот мне купили подписку на киберспорт устраивает. Как бы я этой темой, соответственно, сейчас и буду заниматься. И я просто просылку одну совместил. Просто, по сути, как бы сюда забивают только по биг маркету, только по пинке прогнозы. Это и ММА, и UFC. На UFC, соответственно, по платке у меня было три ставки. Это победа, это ТМ в поединке Лианы Джоджио и Дианы Бельбиты за коэффициент 2,5. Вторым ординаром шла победа Криса Фишгольда, который проиграл. Вот. И еще в плане такого риска дополнительного, чего я, в принципе, очень редко себе позволяю, шла ставка из росписи победы Хамзата Чимаева. ТКО-КО за 5,34. Ну, те, кто видели поединок, вы знаете, что он его пиздил все 5 минут. Вот. Первого раунда добить не смог. И просто потом на эзи сабнул в начале второго поединка, ну, в начале второго раунда. В принципе, ставка была вполне себе валуйная, но не сыграла. Вот. Собственно, здесь я начал забивать со вчерашнего дня также позавчерашние ставки на Киберспорт. Не сыграла ТМ-ка в матче АГ против Кэйзи ЦС. И сыграла, получается, вчера ставка на ТМ 42,5 килла в матче Астер против Royal Neva Give Up. То есть на данный момент статистика пока плюсовая. И я, в принципе, сейчас опять вернулся к старому формату. Я в посте с прогнозами тут же указываю ссылку на бесплатные прогнозы, ссылку на платные прогнозы. То есть ссылки на рассылку, они всегда здесь. Они всегда будут здесь. То есть любой момент, любой желающий сможет зайти, соответственно, и посмотреть, какие там результаты. Вот как-то так. То есть напоминаю, что прогнозом официальным, как бы, да, на этот турнир от меня идет тотал меньше двух с половиной раундов на поединок Джека Хермансона против Кэлвина Гестилума. Также сюда, соответственно, в эту рассылку будут пихаться все прогнозы на все второсортные турниры по Small Market. Потому что, как бы, в платку я их в любом случае не дам. Вот. Варианты хорошие попадаются. Вот. Ну и, собственно, я уже по итогам этой недели запишу один общий отчетный подкаст, в котором расскажу все нюансы, все интересные моменты по обоим турникам. На этом все. Пока что с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok